Сука, я не подумал. Мы сегодня с вами приготовили целых три рецепта бомбического кваса. Лимонный, дачный и классический, как из бочки, как раньше, как в Советском Союзе. И другие прелестные эпитеты дают нам три волшебных, замечательных напитка в жаркий летний день. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Штефан Андрей. Я владелец медоварни Традиции Предков и торговой марки Мьёльнер. Как вы знаете и как вы давно просили, мы, наконец, записываем рецепт. Это жара, ребята. Честно сказать, меня уже доканало. 35 градусов. Но лето, на самом деле, радует жарой. Может, это и хорошо. И я решил сделать замечательные прохладительные напитки. А именно, три разных крутых рецепта кваса. Один лимонный с мятой, второй на ягодах и третий классический. А там уже какой лучше, вы будете сравнивать сами. Эти рецепты вы можете с легкостью повторить у себя дома. А прежде чем мы начнем, пожалуйста, оставьте комментарий, расскажите про нас друзьям и обязательно подпишитесь на канал. Для нас это очень важно. Итак, поехали. Для первого рецепта нам понадобится буквально, ну, наверное, вот такая жменька. Мы ее возьмем. Нам понадобится половина лимона. Половина лимона. Нам понадобится сахар или мед, но это уже по вашему вкусу. И два литра воды. Ну и, конечно же, дрожжи. Мы используем обычные, в данном случае для кваса, хлебопекарные дрожжи, которые есть в любом вашем магазине. Они такие маленькие. Если вы посмотрите, они, значит, вот такие вот мелкодиспрессионные хлебопекарные дрожжи. Так, значит, начинаем. Берем мяту. Что мы? Мяту мы кидаем в кастрюлю. Вот наша жменька мяты. Я прочитал, что очень важно снимать листики, чтобы они не горчили. Ну да, в конце видоса мы, конечно, посмотрим, что у нас получится. То есть, это буквально один день и завтра. Значит, мы берем нашу мяту. Берем с вами самые красивые листики. Ой, квас. Или, кстати, ребята, как вы знаете, это старинный русский напиток. Я думаю, что и во многих других странах и народах это тоже очень важный напиток. Я думаю, что у них были какие-то свои такие безалкогольные напиточки брожения. Но, насколько нам известно, все-таки будем считать, что это старинный русский напиток. Мне, по крайней мере, нравится так думать. Вот, значит, мы сюда добавили нашу мяту. Все, мяту мы убираем. Так, мяту мы с вами убираем. Еще листик вот сюда, чтобы добро не пропадать. Берем половину лимона. Значит, наш лимон мы режем дольками. В принципе, его, конечно, можно отжать. Смотрите, тут про лимон что я хочу сказать. Насколько мы делаем наш имбирный эль, мы туда делаем его прямо из лимонов. Мы цедру снимаем. Мы прямо покупаем дофига лимонов в ящиках, и мы прямо вот через мясорубку все это дело перекручиваем. Мы снимаем цедру, потому что она дает горечь. И если вы не боитесь горечи в квасе дополнительной, то вы можете оставить цедру. Если, как бы, хотите, чтобы он был не менее горький, ну, значит, вот вы снимаете цедру. Давайте, например, мы ее снимем чуть-чуть, чтобы он не так сильно горчил. А, мы вот так возьмем. Вообще, я чуть-чуть цедру сниму, а чуть-чуть оставлю. Так, дальше мы с вами его меленько-меленько режем. Такой фактически будет. Получается, наверное, это даже, ну, такой квас, квасокомпот. Сначала мы с вами делаем компот из мяты и лимона, а потом это все дело перебражено. Получается у нас такой вот квас. Так, все, мы сделали буквально половину лимона, буквально чуть-чуть мяты и 2 литра воды. И все это заливаем мы с вами двумя литрами водички. Так, ребят, теперь нам надо все это закипятить. Наша, зажжем Яромира. Ну, мы зажгли его, но Яромир сгорел. Так. Значит, смотрите, если, сейчас мы с вами должны добавить по вкусу сахар или мед. Если вы хотите добавить сахар, например, да, чтобы она была сладкая, то сахар можно добавлять уже в холодный. Чтобы у вас квас дал какую-то реакцию, потому что реакцию брожения, ну, в основном дает сахар или мед. Мед нужно добавить в горячую воду. Будем добавлять по вкусу. Но так как мы медоварня, я добавлю мед. Но, допустим, и сахар, потому что добавлять мы его будем совсем чуть-чуть. Сильно сладкое будет потом тоже этот квас будет приперно-сладкий. Значит, нам нужно довести до кипения наш квас или то, что им будет. Это, наверное, квасное сусло, так это скажем, лимонно-мятное. И давайте с вами сюда сейчас сразу добавим, давайте, 4 ложки меда. Так, вторая ложечка пошла. Третья ложка меда. Четыре с половинкой ложечки меда. Сейчас он закипит, нам надо будет поварить его буквально две минутки. Говорят, при нагревании меда там выделяется канцероген. Люто вредный, оксиметилфурфурол. Правда, что-то там выделяется, но его очень малое количество. И этот канцероген, насколько я понял, почитал в интернетах, он ненамного страшнее, чем мы жарим там картошку на сливочном масле. Там тоже выделяются канцерогены. Но картошечку-то мы любим. Поэтому, в общем, если вы будете опасаться, что вы нагреваете мед, не переживайте. Ничего страшного в этом нет. Нет, вы знаете, не сладкое. Вот я хочу, наверное, чуть-чуть послаще. Поэтому у нас было 4 столовые ложки. Может, у меня ложка маленькая столовая. Давайте мы добавим с вами еще... Это у нас, получается, будет 6 столовых ложек. 7. Ой-ой-ой. И 8. 8 столовых ложек меда. Соответственно, сахара, ну, наверное, тоже от 8 до 10 столовых ложек. Там уже, смотрите, по вкусу. Вот. О, замечательно. Так, ну что. Все. Мы покипятили, наверное, примерно 2 минуты. Теперь давайте наше квасное сусло перельем. А не треснется она? Не должна. Она же вроде для горячей жидкости. Ух! Все. Теперь нам надо, чтобы наше сусло перед добавлением дрожжей обязательно остыло, иначе ваши дрожжи просто погибнут. Сейчас вы это все ставите в холод, ну, примерно и доводите до 30-36 градусов. Все, убираем. Рецепт второй. Назовем его дачный. Почему дачный? Потому что в этом рецепте мы будем использовать ягоды. Он, значит, начинается очень похоже на первый. Мы возьмем те же самые листья мяты, которые есть почти на любой даче. Но вместо лимона мы возьмем лимонную цедру. Тут прям нам очень важен аромат и горечь. И после всего этого мы с вами добавим туда ягоды. Ягоды, которые есть у вас на даче. Собственно, поэтому рецепт дачный. Мы с вами взяли цедру половинки лимона, но мне кажется, даже можно еще вот четвертиночку у меня есть. Вот так вот возьмем. Да, и еще одну четвертиночку. Это будет цедра целого лимона. А когда я был маленький, у меня, значит, бабушка делала замечательное варенье. Это было варенье такое с апельсиновыми корками. Значит, апельсины ели, корки, чтобы не выбрасывать. Она меленько нарезала и засушивала. Потом брала эти корки, яблоки с дачи, и варила офигенское варенье. Вот прям вот с этими апельсиновыми корочками засохшими. Оно было безумно вкусное. Мне кажется, точно так же, если мы будем использовать вот эти лимонные корки предварительно засушенные, мне вот эта идея прямо сейчас пришла, будет вообще здорово. Но у нас есть сырые корочки. Чтобы они отдали больше ароматики, давайте-ка мы их меленько порежем. Вот, максимально. Вот, потому что если они будут в такой крупной фракции, мне кажется, они будут хуже отдавать всю свою вот ароматику. Ребята, забыл сказать, данный рецепт в крайней степени полезен в профилактике борьбы с коронавирусом. Пользуйтесь, потому что здесь лимончик и витамин С, как вы знаете, это полезно. Так, мы нарезали нашу цедру, кладем ее в кастрюлю. Так, заливаем все это двумя литрами воды, точно так же. Начинаем все это дело кипятить. Все, пока наше сусло закипает, точно так же мы берем жменьку мяты. Давайте определимся, что такое жменька мяты, чтобы упростить задачу. Мы берем с вами вот прямо таких длинных, хороших, увесистых веток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, ну девять с половиной. Короче, мы берем примерно 10 густых веточек и обрываем с них листики. И если листик мяты, кстати, вот вы его можете такой взять, понюхать, он будет пахнуть. Или мелисы, например, как вы знаете. Если его потереть, то это будет ароматика еще больше. Поэтому, если вы будете перед тем, как туда их кидать, немножечко эти листики мять, они будут отдавать гораздо больше вкуса. Такой вот лайфхак. Наверное, мы там разрушаем что-то в самих листиках, какие-то поры, и они выделяют больше сока. Слушайте, ну здесь мяты получилось даже больше, чем в первом рецепте. Ну, это не страшно. Будет чуть более мятное. Мне кажется, наши рецепты сейчас очень такие, когда они компотоквастные. Мне кажется, можно взять вообще любой компот и сделать из него квас. Но все вот эти рецепты, которые мы сейчас пока что попробовали с вами, мы сейчас перейдем к третьему рецепту. Он будет такой, самый классический и, наверное, чуть более интересный. Они вот с лимоном и мятой, что дает такой кислый, горький вот такой вкус. Наверное, это в квасе приветствуется. То есть, если брать изначально там яблоки, замять яблоки и просто сделать яблочный компот и квас, он будет такой невнятный. То есть, нужно добавлять обязательно что-нибудь горькое или кисленькое. Но в этот рецепт, в наш дачный, мы с вами должны взять ягоды. Значит, мы с вами взяли смесь ягод. Мы ее купили в магазине. У нас ягод 300 грамм. 300 грамм разных ягод. Здесь у нас, значит, идет кружевник, клубника, вот какая-то малинка и смородинка. Вот всякие такие ягодки. Так как этот рецепт дачный, наверное, вы можете брать 300 грамм любых ягод. Ну, например, смородина или поречка. Что такое поречка? Поречка – это красная смородина в Беларуси. Я когда приехал в Россию, вообще, я с женой общаюсь и говорю, ну а как поречка есть? Она говорит, что? Я говорю, ну поречка. А что такое поречка? Я говорю, ну как это поречка? Это, ну, есть смородина черная и красная. Вот красная – это поречка. Да и у нас была какая-то дикость. Я говорю, ну как, это же нормально. Есть белая смородина, черная и поречка. Вот, это было интересно. В Беларуси, собственно, называют красную смородину поречкой. Поэтому, если у вас есть на даче поречка или черная смородина, или вишня, можно это спокойно добавить в наш квас. Не повредит. Но нужно это сначала предварительно размять, чтобы выделился сок. Потому что ягоды варить мы не будем, чтобы сок не потерял свой вкус. Тогда квас, мне кажется, будет более насыщенным. Мы смяли наши ягодки. Кайф! Клубника вообще дает ароматику лютейшую. Чтобы ее не потерять, ни в коем случае нельзя добавлять ее в горячее сусло. Мы сейчас, наше горячее сусло, вот оно закипело. Мы его выключаем. Добавляем с вами, чтобы было послаще. Ну, наверное, 8 ложек сахара. Давайте 8 попробуем. Прямо с горкой 8. 2, 3, 4, 5, 6. Может быть, я погорячусь с 6? Давайте проверим. Потому что я уже этот рецепт от эвакуации готовил, признаться, давно. И каждый раз это все происходит, как котлеты дома делаете. По вкусу. Соль, перец, также и сахар. Нет единого рецепта совершенства. Так. Так, перемешали. Нет, все-таки правильно было. 8 ложек с горкой на 2 литра. Ребятушки, теперь смотрите, что нам важно для этого рецепта кваса. Мы сейчас наше сусло оставляем, чтобы оно остыло, чтобы потом туда добавить наши ягоды, чтобы они не потеряли вкус. Ребятушки, мы сейчас перелили наше сусло и теперь ждем, пока оно остынет до 30 градусов. Ребятушки, мы с вами подходим к нашему третьему рецепту. Это классический рецепт, знаете, как квас из бочки, ржаной, хлебный, вот это все дела, советские, как раньше, ну и другие разные всякие штуки. Вы можете написать в комментариях, как это обычно пишут, чтобы наш видос набрал миллион или два миллиона просмотров. Я на это искренне надеюсь, с вашей помощью это возможно. Итак, что нам для этого понадобится? Трехлитровая банка, как в Советском Союзе. Сухари. Мы взяли треть буханки черного хлеба. Я его нарезал вот такими ломтиками предварительно, буквально мне это заняло за день до этих съемок. Значит, он засох, и мы его сюда сейчас кладем. Треть буханки сухие. Он такой, знаете, как темный, густой, как вот такой соло черный, сженый, прекрасный. Кладем все это в трехлитровую банку. Мы с вами насыпали наши вот эти вкусные сухарики, которые я приготовил заранее. Значит, и теперь мы сюда насыпаем с горочкой 4 столовые ложки сахара. Чем этот квас отличается от предыдущих двух? Тем, что у него технология приготовления чуть-чуть другая. Мы сначала делаем закваску. Это закваска. Нам на ее производство потребуется один день. Сейчас мы сюда с вами после этого добавляем 2,5 литра горячей воды, которую предварительно закипятили. Я думаю, что горячая вода нужна, чтобы простилизовать вот эту емкость, чтобы убить всякие кисломолочные штуки. Потом она остынет, и мы сюда добавим чуть-чуть дрожжей. Так, наша водичка закипела. О, прекрасно. Опа! Ждем, пока остынет, чтобы сюда добавить дрожжи. Наше квасное сусло остыло прекрасно. Имеет такой прям яркий лимонный аромат. И мяту это просто волшебство. Мы сейчас сюда с вами добавим чуть-чуть дрожжей. Нам нужно буквально четверть чайной ложечки. Где-то вот так. Можно дрожжи разбродить заранее, можно добавить прямо сюда. Мы это кладем и оставляем с вами это на сутки. Марли, чтобы туда не попала всякая разная живность, потому что у вас это будет сейчас лето, жара, там мухи летают, всякие такие, чтобы это все, в общем-то, не закисло. Дальше мы это убираем в теплое место, и через сутки мы с вами должны наше квасное уже слегка подбродявшее сусло аккуратно перелить через марлю в банку двухлитровую. И оставить на два дня в холодильнике. Но мы должны через марлю убрать оттуда все лимонные кусочки, мятные кусочки, чтобы они потом дальше нам не отдавали горечь. В принципе, они уже вкус отдали и суслу, и даже за вот эти сутки первичного брожения тоже будут отдавать туда вкус. Но, если вы хотите, чтобы были газики, вот на второй день, вот мы сейчас это на сутки уберем, потом перельем, ну в принципе, это дело нехитрое. То вы можете трехлитровую банку закрыть плотно пластиковой крышкой и убрать в холодильник. Тогда газики будут насыщать сильнее напиток. Если вы не хотите, чтобы газики сильнее насыщали напиток, хотите легкогазированный сделать его, тогда вы точно так же банку накрываете марлей. Собственно, тут уже в зависимости от того, что вы хотите. Если сильно газированный, закрыли. Слабогазированный, как бы, можете прям банку марлей. Если хотите люто загазированный, вы можете это перелить в двухлитровую бутылку из-под пепсиколы. Закрыть прямо крышкой и оставить это тоже в холодильнике Тогда, ну смотрите, чтобы бутылку не разорвало В холодильнике не разорвет, но зато будет сильно газированный Убираем набродить на сутки Ребятушки, наше квасное сусло для нашего дачного кваса уже остыло Все, мы сюда добавляем перетертую ягоду О, как она пахнет, это бомбически Если бы мы ее, правда, добавили и сварили как компот Она бы пахла компотом, а не ягодами И уже была бы не такая яркая на вкус Надеюсь, квас О, прям 100% получится крутой Все, это будет наше тоже квасное сусло Сейчас, как и в первом случае, мы сюда добавляем с вами Здесь тоже 2 литра, не смотрите, что тазик поменьше Потому что мы везде добавляли 2 литра воды Добавляем точно так же четверть столовой ложки И отправляем на одни сутки первичного брожения Потому что здесь будем точно так же все это фильтровать через марлю И с газиками та же самая история Хотите, чтобы газиков было побольше Значит, вы закрываете эту какую-нибудь пластмассовую тару Потом на вторые 2 дня брожения Прям плотно Хотите, чтобы газиков было поменьше Ну, просто оставляйте в открытом виде на дображивание Один день бродим с фруктами Потом через марлю все это дело пропускаем И отправляем на еще 2 дня Здесь, наверное, градусов 30 Значит, мы сюда добавляем с вами дрожжей Примерно половину Если мы это назовем четвертинку Здесь надо, наверное, чуть побольше Да не, наверное, а точно Где-то половину Потому что здесь сахара меньше И здесь брожение происходит Но все-таки с элементами хлеба Ребятушки, про дрожжи Кто-то разбраживает дрожжи заранее В теплой сладкой воде Это правильно Если вы добавляете дрожжи сразу в сусло Ну, есть один нюанс Что это может не среагировать Но если вы все сделаете правильно То просто реакция будет чуть дольше Я, перед тем, как готовился к этому видео Добавил дрожжи также в банку Не стал заранее разбраживать Собственно, и здесь я делаю точно так же Вот это вот я убираю на сутки Та-да-да-да-да-да-да-да Не поверите, прошли сутки Потому что я вчера сделал точно так же Со своими хлебными корочками И добавил сюда дрожжей И это дало, смотрите, какое Закваску Это наша закваска Здесь снизу выпали дрожжи Оно бродит И уже бульбулирует И сверху тоже здесь уже есть какой-то такой дрожжевой налет Буквально за сутки там прямо образовалась целая жизнь Здесь уже все Это наша закваска Она готова Но это еще не квас Мы теперь только начинаем приступать к производству кваса Самое важное в этой банке для нас Это вот это Вот этот сантиметр Это дрожжи, которые есть в этой закваске Дальше они будут нам создавать квас Потому что сейчас, ну, наверное, технически это тоже можно назвать квасом Он с очень сильным дрожжевым привкусом Потому что это закваска И теперь мы с вами должны удалить весь этот верхний слой Вместе с хлебом и жидкостью Оставить только вот эту вот нижнюю часть Из которой мы с вами будем же делать квас Так, поехали Мы с вами убираем вот этот хлебушек О, какая вкуснотища Такое На вкус пахнет очень ярко дрожжами Прям, ну, вот эти вот, на самом деле, треть Примерно вот ложки И газики Смотрите, оно прямо сейчас находится в активной стадии брожения То есть вот эти 4 столовые ложки сахара Прям столько брожения дают Прям космос Про алкоголь Если кто-то будет спрашивать, кстати, сколько в этом вообще квасе алкоголя будет Примерно от градуса до полутора То есть как и во всех натуральных напитках брожения Даже в кефире есть алкоголь Потому что там, ну, как бы, какой-то такой легкий процесс брожения В квасе тоже, если он натуральный Так, у нас, я думаю, тоже будет в районе где-то полутора градусов Ну, то есть детям можно, но немного Банк-то у нас с широким горлом Гляньте Сейчас бы у нас была опять вот эта баночка Переливается, закваска вливается Но Мы для этого видоса взяли банку специальную С широким горлом Чтобы туда влазил черпак Черпак Мы с вами должны аккуратно извлечь Чтобы не потревожить нижний слой Нет, 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 нет Збалтывать его не надо Пускай он будет, как бы, активный Потому что там, ну, туда выпали дрожжи в осадок Это прям чистые дрожжи Сейчас мы туда нальем свежего сусла Насыпем свежих Насыпем туда свежего хлебушка И это будет волшебство Все, мы уже начали поднимать муть со дна Вот эту дрожжевую взвесь Поэтому в баночке мы оставим примерно вот столько Это будет, мы, может, уже переболтали Это будет наша закваска Наша самая ценная Сутки мы потратили на производство вот этой штуки Это можно выкинуть Ребятушки, мы с вами убрали вот это вот все У нас осталась наша самая ценная заквасочка Дальше, мы сюда также добавляем Столько же сухарей, сколько у нас и было Ну, в первый раз мы добавляли в банку Примерно треть буханки Которую мы предварительно нарезали И теперь мы сюда насыпаем 8 ложек сахара Чтобы это все было сладенькое Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Все И теперь мы сюда О, глядь, там реакция уже пошла Сейчас сразу вам покажу Видите, то, что там активно дрожжевой садок Прям вступает в реакцию с сахаром Начинает такой прям бурлить Это здорово Подкормили дрожжей и доливаем банку до полной Прекрасно И вот это, это наше квасное сусло Но его, в отличие от других квасных наших сусел Которые мы убирали сначала на день активного брожения А потом на два в холодильник Здесь мы сначала бродили день в тепле за кваску И вот этот вот наше квасное сусло Мы сейчас с вами тоже будем бродить день в тепле Вот этот дрожжевой осадок снова выпадет Но вот этот вот квас уже можно будет пить Предварительно отсюда удалив сухарики Традиционно в этот квас на второй день брожения Рекомендую добавить изюмчик Буквально пару штучек Чтобы это было хорошо Все, теперь мы это закрываем крышкой И ставим в теплое место Смотрите, если прям закроете плотно крышкой Крышку вырвет, потому что он будет активно бродить Поэтому можно накрыть марлюшкой Чтобы он тоже был газированный внутри Потому что он будет бродить Но не сильно нас при этом как бы пугал Тем, что он потом взорвется на кухне И все, вот это вот будет опять во всех этих квасных наших остаточках Видите, он даже уже начинает бродить Смотрите, как он прям сразу занялся Можем крупно показать? Прям дрожжи сразу взялись лихо за дело Вот прям пузырики пошли Отдельно хочется сказать про изюм Вот наши первые два кваса Которые уже прошли три дня Один день брожения Вот прям со всеми вот этим вот жмыхом и внутрянкой Потом мы их перелили, отфильтровали И туда добавили чуть-чуть изюма И закрыли вот в эти баночки три дня Вот наш квас, который классический Третий квас, вот это дачный квас Вот это квас у нас первый Прекрасно, сейчас мы, кстати, с вами будем пробовать Вот, когда мы переливали этот квас Мы сюда добавили изюм Также, ну, как рекомендуют везде Чтобы хорошо бродило, добавляйте изюм Я вам открою страшную тайну Возможно, вы накидаете на меня в комментариях Ничего-то негативного Хотя и пишите тоже свое мнение Это очень важно Мы во все эти квасы добавили дрожжи Они уже дают стабильный процесс брожения Изюм правильно добавлять Только в том случае, если вы не используете дрожжи Но не магазинский изюм Потому что он промытый, чистый И на самом деле тот налет дрожжей Естественный, который, вот вы знаете, есть на винограде Когда вы берете гроздь виноградную Как правильно делать вино? Вы берете виноградную гроздь На ней белый такой напыл, налет Это естественные природные дрожжи Дальше вы это все сминаете И оно начинает бродить За счет вот этих верхнего налета дрожжей Этот изюм промытый Здесь нету этого Ну так как он магазинский, он в пачке Здесь нету этого дрожжевого налета Но если вы возьмете ветку винограда И засушите ее И это будет этот настоящий немытый природный изюм И добавите его в брожение Вот это да Вот это заменит дрожжи Я не знаю, что нужно сделать Чтобы вот этот магазинский изюм дал нам брожение Поэтому я думаю, что мы его добавили просто на удачу Для вкуса, чтобы было хорошо Давайте пробовать Что у нас получилось Значит, три кваса Так, ну что Попробуем, что же у нас получилось Давайте добавим ледика Чтобы ему было похолоднее Ой, бомбический квасовочек Ой, это наш квас лимонно-мятный У нас очень жарко Я прям очень сильно хочу пить Легкий Легкий-легкий вообще Такой вкус горечи получился Лимоном Мята надалеке И Ну Прямо такой, да Вот получается углекислота на языке Легкие газики Потому что вот бутылка Вот с этой пробочкой Все-таки немножко пропускает Но в целом Летний жаркий день Вот с этим вот лимонным послевкусием Это просто волшебство А два-три кубика льда Добавляют вообще идеальность этому напитку О, хорошо Теперь пробуем квас второй Который называется дачный Ну, или я его так назвал Легкий запах Дрожжей остался Интересный вкус клубники Смородины Ой И Лимонной цедры Волшебство Мы сейчас снимаем У нас 10 вечера А жара 32 градуса Идеально Ну что Вкус достаточно ягодный Свежий Ну, такой подбродивший компот Ну, это прям Такой квас Интересный на любителей Не классический Но вкус получился Достаточно свежий Яркий и интересный Такая газировочка Прям чувствуется, что она безалкогольная Абсолютно прям Можно спокойно пить Жарким летним днем И куда-то ехать за рулем Так, ну что Пробуем теперь наш третий квас Квас классический Как раньше Из бочки И другие разные эпитеты Мы туда добавляем Лед Вот, кстати, в бочке Обратите внимание Здесь есть осадочек Наша закваска И крантик в этой бочке Нам идеально подходит Потому что Мы сливаем с бочки И не трогаем и закваску Прям такая реакция Сразу пошла со льдом Прям газики, пенка Ой Господи Яркий, хлебный, насыщенный Классный вкус получился Это просто какое-то волшебство Банка закрытая Обеспечивает насыщение углекислотой Лед дает прохладу этому напитку Прямо супер Если, наверное, мы хотим Чтобы этот квас был потемнее Хлеб, наверное, можно запекать Чуть дольше И чуть больше Чтобы он прям был такой темный Но то, что у нас получилось Это просто прекрасно Ой Идеально подходит Также в жаркий летний день Какие выводы мы можем сделать Из этого видео? Готовьте дома квас Это прекрасно спасает нас от жары Мы сегодня с вами приготовили Целых три рецепта Бомбического кваса Лимонный, дачный И классический Как из бочки Как раньше Как в Советском Союзе И другие прелестные эпитеты Дают нам три волшебных Замечательных напитка В жаркий летний день Это просто волшебство Друзья, обязательно подписывайтесь На наш канал Если вам понравилось это видео Смотрите другие рецепты Которые были раньше Которые будут потом Ставьте репосты Обязательно пишите комментарии И не болейте Спасайтесь от жары Всего вам доброго Вкуси Руси Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова